Добрый вечер, я Максим Путинцев, а на стенде сегодня Андрей Алашеев, главный невролог Свердловской области и заведующий неврологическим отделением областной больницы номер один. Андрей, здравствуйте. В конце октября, 29 числа, традиционно отмечается день борьбы с инсультом. О борьбе с этим заболеванием мы и будем с вами говорить сегодня. Каков риск среднестатистического жителя города, области, нашего зрителя, не дай бог, конечно, получить инсульт? Да, достаточно высокий. Можно так сравнить, что если встать около любого крупного центра, где ходят люди, если 200 взрослых прошло, то один из них по статистике заболеет инсультом. Заболевание распространенное? Да, распространенное. У нас, представляете, за 8 месяцев 2018 года случилось уже 16 тысяч инсультов. Это по области? Это по области, да. Это чуть больше, чем в прошлом году. Вообще, группы риска какие-то существуют? Ну, не знаю, там, возрастные, профессиональные, еще что-то в этом роде? Конечно, да. То есть, конечно, чем человек взрослее, тем более вероятный инсульт. У каждого декады больше 160 лет удваиваются. Какая еще категория? Это, конечно, пациенты кардиологического профиля с нарушениями ритма сердца, с устными клапанами сердца. Но также и категория курящих. Курение, да, это повышенный фактор риска. Да. С избыточным весом, с малоподвижностью. Повышенное артериальное давление. Обязательно, да. Обязательно. То есть, это больные люди, скажем так, да? Ну, давай тогда от этого и пойдем. Какие факторы? Ну, понятно, что не все мы можем исключить. Ну, например, там, наследственность, да? Как ты ее исключишь? Ну, что есть, то есть. Что природной дано, то ты в себе и носишь. И в себе тоже не можешь. Но есть факторы, какие-то, по крайней мере, которые можно исключить. Какие это факторы? Ну, про курение вы уже сказали, например. Действительно. То есть, это, повторюсь, малоподвижный образ жизни. Да. А также, вредная пилечка я уже сказал, это обязательно нужно контролировать и давление, и холестерин, и сахар крови, и вес. Вот. То есть, это неконтролируемые, управляемые причины. Андрей, важный вопрос. Мне кажется, имеет смысл на нем поподробнее остановиться. Каковы признаки инсульта? В теории, наверное, многие это представляют, но лишний раз проговорить, пожалуй, лишний не будет. Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения и проявляется, поэтому, такими быстрыми симптомами. Если внезапно нарушилась речь, перекосило лицо, ослабла рука или нога, это может быть инсульт. Нужно немедленно вызывать скорую медицинскую помощь. Сам инсульт не проходит. Скорую помощь ты вызвал, и каковы дальнейшие действия твоих медиков? А, медики, понятно, приезжают, диагностируют инсульт и транспортируют пациента. Медицинская транспортировка. Специализированное отделение. У нас по области, помимо областной больницы, номер один, еще 21 отделение специализировано для лечения больных с нарушением мозгового кровообращения. То есть, где бы инсульт не случился, на какой-то точке нашей области, города, области, не имеет значения. То есть, у каждой географической точки есть та больница, ближайшая, специализированная, куда будет пациент доставлен скорой медицинской помощью. Почему это специализированная такая служба? Потому что, во-первых, она работает круглосуточно, неотложно. Круглосуточно работает компьютерный томограф обязательно. Естественно, неврог там постоянно, палаты или институт терапии, отделение реанимации, круглосуточно, возможность телемедицинской связи с регионально-существом центром. Для консультации, для уточнения диагности. Поэтому, действительно, именно такая сеть специализированная. Также, если пациент проходит лечение, именно там сосредоточены, скажем, ресурсы, технологии для уточнения причины инсульта. Потому что они же разные, инсульты. И обязательно ранняя реабилитация. Буквально со вторых суток уже. Чем раньше начинается реабилитация, тем больше шансов на восстановление. И, действительно, вот этого всего в обычном медицинском отделении нет. И даже не предусмотрено. Это достаточно такая сложная технология, относительно непростая. Поэтому это не в каждой больницах. Поэтому, в чем проблема? То есть, медики готовы помочь, действительно. Мы проанализировали, что 1% случаев отказываются. Отказываются от леволюции. С ним что-то не то, вызвал врачей. Те приехали, поставили диагноз. Говорят, у вас инсульт, вас бы госпитализировать. А человек говорит, нет, я не поеду. Это что за безрассудство? Или говорит, что я не поеду в ту больницу, где есть специализированное отделение. У меня там есть поблизости. А я хочу в другую. Ну, ближайшие там больницы, я к ней привык ходить. Вот она там рядом с домом, скажем так. А мы говорим, нет, мама не куда. Ну да. Прямо пишут отказ. Не поеду. Пишут отказ или они госпитализируются не в профиль, скажем так. Не в отделении для больных в совершении мозговых обращений, а в ту больницу. Это 1% таких вот просвещенных, в кавычках, пациентов. Ну да, которые себе, скажем так, вредят. И вторая проблема тоже, что, конечно же, она, скажем, более актуальна, это все-таки поздняя обращаемость. Вот мы проанализировали, 31% поступает 4,5 часа. Почему это время важно? Потому что именно в этот период мы можем провести тромболитическую терапию. То есть, если это ишемический инсульт, а в основном это инсульты, связанные с закрытием крупных артерий тромбами, эти тромбы можно растворить. Ну, препарат ввести, и он тромб растворит. И кровоток восстановится, все симптомы в 5 уйдут, и пациент достаточно быстро поправится. Но тут вообще время. В инсульте вообще время – это критический фактор. Почему это именно скорая помощь, что так неотложно? Почему, собственно, и мы сейчас тоже об этом еще раз говорим? Потому что чем раньше пациент поступил, даже неважно, будет ли он делать тромболитическую или нет, какой там тип инсульта, как разлияние или нет, тем лучше будет для пациента. Это уже научно доказанный факт, и это как раз и был поводом на создание специализированной такой сети сосудистых отделений. Еще раз, в течение какого времени с момента, ну, не знаю, первых каких-то неприятных ощущений нужно обратиться за помощью? Чем раньше, тем лучше. Четыре с половиной часа – это максимум. Чем раньше, тем лучше. То есть моментально. Моментально, да. Как только так сразу. Ну, значит, голова заболела сильно, например. Вызывать скорую сразу? Если это впервые возникшая сильная головная боль, да. Это же тоже, я так понимаю, косвенный признак. Ну, это редко, но может быть. То есть, опять же, это такая громоподобная, впервые возникшая головная боль. Ну, не случайно же инсульт раньше ударом называли. Вот как удар вот так у тебя постиг, и все. Ну, я говорю, чаще всего это протекает как раз без боли. Инсульт, инфаркта миокарда, он как бы не болит. В основном он не болит. Поэтому, как бы, люди-то не замечают, отлеживаются, думают, что, ну, да бог с ним, оно пройдет. То есть, мы же видим постоянно этих пациентов. Они приезжают, их спрашивают, почему так поздно-то приехали. Да, я как бы, вот, завтра, как бы, сегодня, допустим, выходной, я отлежусь, завтра на работу. А завтра наступило, ничего не прошло, только хуже стало. Вот тогда уже скорую помощь вызывает. То есть, низкая обращение, доля больных, небольшая, то есть, обратившиеся вовремя, первые 14,5 часа, вот, это проблема. Поэтому, конечно же... Люди не знают, люди стесняются, люди не понимают чего-то. Вы, наверное, тоже анализируете, да, для того, чтобы ответить на эти вопросы, и что-то изменить. Обязательно беседую с пациентами, как бы, их мысли, как бы, так, направить, что все-таки нужно обращаться. Потому что, в основном, это люди не готовы поведать образ жизни. Ну, то есть, вот он запланировал пойти на работу и пошел. А у него симптомы инсульта. А он с ними пришел, когда они уже совсем, там, вот, очевидными такими стали, ему, как, окружение на работе говорят, что ты тут как-то шатаешься, там, что-то у тебя рука, нога не двигается, это же инсульт. Ну, то есть, случаи разные есть. Но, или, ну, вот, праздники, то есть, вот лежусь, то есть, или, ну, что-то, дождался, когда жена с работы пришла, жена, вот, что же с тобой творится-то, то есть, поменялся в лице. В общем, время – ключевой фактор. Ждать не нужно, тянуть не нужно, наоборот. Да, тянуть не нужно. Нужно вызвать медиков, ну, может быть, поставить другой диагноз, ну и хорошо. Будут лечить тебя от чего-то менее серьезного. Профилактика – важный вопрос. Она вообще возможна, когда мы говорим об инсультах? Конечно. Конечно, то есть, у нас есть понятие первичной профилактики, когда еще инсульта не было, да, то есть, ну, как раз для этого и нужна диспансеризация. Я еще раз призываю посещать, обязательно проходи диспансеризацию. А в рамках диспансеризации по сердечно-сосудистым вопросам? Она универсальная диспансеризация. Там есть блок, посвященный сердечным заболеваниям, то есть, выявление, опять же, повышенного давления, там же есть повышенного холестерина, и там же нарушение обмена сахароклубитных, диабет, проще говоря. То есть, первичная профилактика, если есть факторы риска, то понятно, что сначала идет немедикаментозно, это обязательно, вот, изменение поведения, отказ от вредных привычек, там, не курить, вот, это, например, малоподвижность, понятно, там, какие-то, вклады двигательной активности, да, конечно же, то есть, вес избыточный тоже, коррекция, это технология, снизить вес сегодня – это технология. То же самое, как отказ от курения – это технология. То есть, это, если захотел, ты эту… Самое главное – эту задачу увидеть перед собой и поставить. Ну, также, я должен сказать, и авторичный, обязательно, обязательно. То есть, есть проблема, да, что пациенты, к сожалению, они, ну, перестают ходить к врачу. Вот, допустим, вот после инсульта их выписали, у них еще свежо, там, вот, что у них были проблемы, какой-то страх, что они там потеряют, там, способность, там, ходить или, там, работать. Ну, а потом жизнь берет свое, они восстанавливаются, ну, в общем, как бы начинают уже завоевать об этой проблеме, да. А нужно же раз в квартал приходить. Каждые три месяца нужно прийти к врачу, да, убедиться, что действительно все идет правильно, возможно, какая-то коррекция терапии. Вот это первый год, а второй год, второй и третий раз полгода ходить уже, ну, пореже, то есть, а начиная с, там, третьего и позже, там, раз в год. Ну, то есть, на самом деле, ведь не так часто просим ходить. Ну, это, как бы, в среднем. Есть случаи, когда какие-то препараты принимает пациент, там, там, и чаще пациент приходит, но, как бы, это уже так раз врачи и решают. У нас есть проблема, то есть, мы считали, ну, порядка, там, только 10% на самом деле, вот, реально наблюдаются, к сожалению. А вообще, статистика показала, что в течение года, вот, полностью 4 приема, то есть, раз в квартал. Ну, понятно. Проходит только 1,5. Андрей, в качестве вывода, получается, что медицина-то, она готова помощь оказать, ну, там, со всеми оговорками, но, тем не менее, уровень вполне серьезный, многое, ну, или, там, хотя бы кое-что и от пациента требуется. Надо навстречу врачу пойти. Тогда будет результат. Это, наверное, сотрудничество, то есть, мы помогаем пациенту, но он должен сам себе тоже помогать, вовремя вызвать скорую помощь, согласиться поехать, наблюдаться после инсульта. Спасибо вам большое. Я напомню, что на стенде был Андрей Алашеев, главный невролог Свердловской области и заведующий неврологическим отделением областной больницы номер 1. До свидания и удачи.